Добрый день Вараме, подписчики. Сегодня Ford Focus и замена шаровой опоры передних рычагов. Подписывайтесь на наш канал, ставим лайки. Не всегда есть целесообразность снимать рычаг передний, так как конструкция его такова, что передний соленболк болтом крепится через гайку, которая находится в переднем подрамнике. И не всегда есть возможность открутить эту гайку. В противном случае достаточно много будет слесарных работ по снятию подрамника, его разрезания и так далее. Сварочные работы. Поэтому сегодня мы будем менять шаровую опору без снятия рычага. Засверлили все три отверстия. Сделали там, где клепки стояли на рычаге шаровой опоры. И продолжаем. Сейчас будем менять. Болты промазаны медной смазкой, чтобы при последующей замене легко можно было открутить. Ну вот, собственно, такой процесс замены шаровой без съема рычага. Значит, в ходе ремонта Ford Focus также выяснилось, что передняя ступица требует замены. Клиент жаловался на какой-то гул. На подъемнике его было сложно обнаружить. Но вот в процессе ремонта выяснилось, что это подшипник передней ступицы. Люфта нет. Однако после замены будет хорошо чувствоваться, как он хрустит. Представляете, во что это выливается на скорости. Данный подшипник ступичный можно на месте не получится снять. Только со снятием кулака и последующей замены на прессе. Только через перепрессовку. Вот так выглядит у нас подшипник после пресса уже. В избежание неприятностей с датчиком АБС не всегда он может выкрутиться. Поэтому мы его не снимаем, оставляем на месте и аккуратно все меняем. Продолжаем ремонтировать автомобиль Ford. Начали мы с замены шаровых опор, но этим все не закончилось. Дальше мы поменяли ступичный подшипник в сборе и выявили по ходу пьесы, так сказать, текущие амортизаторы. Но в принципе это неудивительно, потому что машина 2006 года, ей 13 лет. Пробег, надо сказать, небольшой, 130 тысяч. Но немаловажный фактор, это то, что данный ремонт и то, что мы сейчас меняем, это делается впервые. То есть для 130 тысяч можно сказать, что машина достаточно надежная. В отличие от, ну скажем, багов. Те точно столько не ходят и меняется все в оптор. Вот амортизатор вот не рабочий. Один совсем уже, совсем второй еще не совсем, но потекший. Да, не лучше. Не лучшим образом от ручки. Вот. Сняли амортизаторы, будем ставить Таяма. Достаточно проверенный, хороший амортизаторы. Прослужит долго. Ну а дальше, когда уже сняли, посмотрели пружины. Пружины, краска слетела, коррозия. Такие пружины долго не проходят. И рекомендовано было, конечно, их поменять. Ну и плюс к тому, что у металла присутствует усталость. И за, в общем-то, 13 лет, естественно, они приседают. Так, визуальных можно не увидеть, конечно, но их хорошо, очень видно на подразвальках. Родирование визуала у нас не получается. Поэтому амортизаторы меняем, пружины меняем. И, естественно, новые оригинальные опоры. Пыльники, отбойники хорошие оставляем. Ну и несколько, пару слов можно сказать о том, что, в принципе, меняем мы не все. Пыльники, отбойники живые. А вообще фирма Каяба дает гарантию на свою продукцию в том случае, если меняется все в сборе целиком. То есть это амортизатор, пружина, опора, пыльник и отбойник. Тогда они дают гарантию. Ну, естественно, не каждый захочет менять хорошее на новое. Поэтому пыльники, отбойники мы оставляем старые. А в пружинах и амортизаторах мы, в принципе, за 20 лет работы и так уверены, что они и без вот этой пресловутой гарантии отходят столько, сколько надо. Поэтому продолжаем менять данные запчасти. И у нас останется провести сход развода. Резьбовые соединения проходим всеми дяночкой, чтобы ничего не закисало. И возможность откручивания сохранялась. Наследующий ремонт. И закончили мы ремонт под фокус. Сделали сход-развал. Показания на стенде вышли идеальные, как с завода. По заду будут рекомендации кружины поменять. Также просевшие. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Все наши новостяки.